Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте, добрый день. Сегодня мы читаем и комментируем книгу пророка Амоса, первая глава. В обведении, которое есть на сайте экзегета, есть подробное повествование мое о том, когда книга была написана, кто был ее автором, какие гипотезы ученых о том, как эта книга обретала текущий вид, о ее структуре и главных основных богословских темах. А сегодня начинаем читать и комментировать первую главу с первого стиха этого древнего замечательного памятника библейской литературы и книжности. Впрочем, без маленького вступления не обойтись, все равно, и поговорим сегодня в дальнейшем и об авторстве этого сочинения, скажем сейчас лишь о том, что книга пророка Амоса, равно, как и книга пророка Осии, это есть книги, которые занимают особое положение в каноне библейских книг, а именно, это книги, которые обрели существующую окончательную форму, как считается, одними из самых первых. И Амос, и Осии – это пророки Северного Царства, проповедовавшие в 8 веке до христианской эры. Это очень, друзья, раннее время, когда еще основные пласты традиции библейской оформлялись, формировались, записывались или переписывались. Но вот здесь мы находим уже на севере израильского такого вот ареала пророков, пророков-письменных, которые оставляют после себя записи своих речений, ведений, наставлений и обличений. Итак, читаем книгу пророка Амоса, глава 1, стих 1. «Слова Амоса, одного из тех, кто разводил овец в тыкоа, или более привычная форма фикоя, видение об Израиле, которое было ему во дни Озии царя Иудеи и Иераваама, сына Иуаса, царя Израилева, за два года до землетрясения». Но это называется по-научному надписание, и это не есть, конечно же, то, что сам Амос написал, это не его слова, это слова тех, кто его речение записал, сохранил, переписывал. И обычно вот этими словами начинались все свитки, потому что древний человек брал свиток с полки, разматывал его, и в начале свитка ему должно было быть понятно, с чем он имеет дело. То же самое здесь, мы находим, кто эти слова произнес, когда он жил, и вот эти сведения давали читателю полную информацию о том, с какой книгой он имеет дело. Что мы можем узнать, что мы можем найти в этом написании? Ну, указано самое главное, кто слова эти озвучил, произнес, и когда он жил. Но вот когда он жил, с этим гораздо проще, указано два правителя Северного и Южного царства, и очень таким популярным способом локализовать во времени того или иного человека, было указание, кто из царей Иудеи и Израиля были современниками этого человека, этому человеку. Указаны здесь два царя, царь Южного царства Озия и царь Северного царства Иераваам, но лучше нужно было бы, конечно, уточнить Иераваам второй, потому что первый Иераваам жил задолго до этого указанного описываемого времени, и речь идет именно о втором Иеравааме. Как я сказал уже, это правители, правившие в начале первой, скажем так, четверти восьмого века до христианской эры. И это было довольно время одновременно и большого успеха, и большого такого какого-то продвижения, и больших достижений. Это было время, скажем так, наивысшего рассвета Израиля, Северного царства, которое предшествовало его падению, его краху, его катастрофе, разрушению и завоеванию ассирийцами. Напомню, что время, когда ассирийская держава завоевала север, это 722 год до Рождества Христова. А это примерно указывается время, когда правили два этих царя, это примерно лет за 60-50 до времени, когда проповедовал сам Амос. Про Амоса сказать можем мы следующее. Мы знаем лишь его имя и то, что он указывает свою профессию, профессия, вот, значит, ну до профессии. Вот все-таки есть указано место, где он, откуда он родом, или что было его, скажем так, местом его основного пророческого проживания, пребывания. Местечко Фикоя находится на расстоянии там около 20 километров от Иерусалима, это, замечу, Иудея, то есть Амос и выходец из колена, видимо, Иудина, из Южного Царства. Однако, как я уже сказал, местом его служения был север, более развитая, более продвинутая, более могущественная держава. Как будто бы привлекала к себе интересы тех пророков, которые были призваны Богом к этому служению. Указано, что он разводил овец, вот, и сразу возникает в нашем сознании какой-то, понимаете, образ какого-то пролетария. Пастух Фикойский, он себя еще называет так, в другом месте, или еще в главе седьмой пишет «Я был пастухом и собирал сикаморы». Вот, значит, какой-то у нас есть такой простак, такой какой-то у нас есть человек из низов, скажем так, и вот он оказывается призван Богом и получает дарование, вдохновение. Говорит такие довольно сложные вещи, сложные какие-то речения, где есть и кругозор, есть компетентность, есть какая-то чувствуется в этом авторе развитость. И вот возникает вопрос, как же так пастух, человек, вероятно, безграмотный и грамотно не знавший, может быть пророком. Но с пастухом, друзья, сложности, потому что слово «нокет», которое используется здесь, оно встречается в Писании Ветхом Завете довольно нечасто. Это редкое слово встречается лишь несколько раз в книге пророка Амоса, в этом нашем сочинении, и книга «Царство 4», где этим «нокетом» обозначается аж «моабитский царь Меша». Поэтому тут, видимо, какой-то имеется в виду человек не совсем пастух по своему какому-то ежедневному что ли роду занятий. Скорее всего, имеется в виду какой-то по нашему предпринимателю, который имел бизнес, занимался скотоводством, у него был актив, у него был капитал, у него был оборот средств. И в этом отношении, конечно же, Амос был человеком развитым. Он мог планировать, мог управлять людьми, мог направлять какие-то ресурсы в нужные, требовавшие внимания направления своего дела, своего бизнеса. И тогда получается, что все у нас оказывается логичным. Амос – человек, скажем так, из таких вот деловых кругов, деловых элит, и он может быть Божьим пророком. Словам Амос о том, что он не пророк и не сын пророка, опять же, из главы 7 этого сочинения, можно понимать тогда таким образом. Значит, в те времена такие были школы, касты, такие были кружки, что ли, пророков. Это были люди, которые работали пророками. Они вот вырастали и выбирали такое служение, ходили по деревням, по городам, показывали разные такие эффектные какие-то, не знаю, поступки, шокировавшие. Иногда гадали, ворожили, озвучивали волю Бога или богов. Короче, вот такие были харизматики странствующие. Но Амос говорит, я не из их числа. Мой авторитет обусловлен не тем, что я чей-то ученик, какой-то школы являюсь членом или участником. Нет, я не пророк и не сын пророка. Я вот собирал сикаморы, пас свое стадо, и Бог меня призвал. То есть я такой, понимаете, фрилантер, я завишу лишь от Бога, а больше ни от кого. Ни от какого не завишу я ни института, ни царской власти. Я никому не хочу угождать. Вообще я с юга, а у вас я на севере, лишь потому, что меня к этому призвал Бог, Бог израилев, и Бог через меня хочет вам, северянам, что-то сказать. Имя Амос можно перевести так вот, ну, буквально несущее бремя. Вот, Амос несущее бремя, более полная форма этого имени Амасия. Вот там есть имя, часть Божьего имени. Да, но не будем об этом говорить детально. Итак, стих первый. Это есть надписание, в котором указано, что мы читаем, кто автор этого текста и когда он жил. И вот начинается уже первое слово, собственно, сказанное Амосом. Он сказал, то есть Амос сказал, «Львом рычит Господь на Сионе, из Иерусалима его голос раздается, и скорбно луга пастушьи сохнет вершина Корнила». Но вот излагается здесь главная тема книги. А главная тема такова, что это есть весть о грядущем суде. И суд, тяжба между Богом и Израилем, есть крайне популярная тема и у Амоса, и у Осии, и прочих пророков. Значит, это весть о грядущем суде, как бы вызов на суд, подобно по грозности, по своему шуму, львиному рыку. Лев рычит, это Бог созывает, Бог живущий на Сионе, из Иерусалима его голос раздается, и он созывает на суд северные колена. Кормил или Кармель – это горная система небольшая, находящаяся на севере Израиля. И вот получается, что с севера грозит вам опасность, сохнет вершина Кормила. После этого начинается довольно популярный у пророков жанр. Впрочем, этот жанр вызывает у нас, у христиан, некоторое недоумение, вот, некоторая такая отробь. Ну, давайте будем читать, а потом будем комментировать, попытаемся заниматься апологией и Бога Ветхого Завета, и самого Амоса. Вот, значит, популярный жанр, какой имеется в виду? Слово о других странах. Слово против других стран. Вот так, значит, и это есть у Исаии, это есть у Иеремии, это есть у Иезекилия, у Сафонии. И, короче, часто кто, много где эти слова, обращенные к противникам Израиля, звучат из уст пророков. То же самое, мы находим здесь большой фрагмент, посвященный критике, осуждению этих оппонентов, противников Израиля. Кто же оказывается этим объектом божьих инвектив, обличений и осуждения? Такие державы, такие региональные государства, как Дамаск, Газа, Тир, Эдом, Аммон, Муав. И вот очень важно, значит, что является моментом, оправдывающим этот жанр. Если просто мы закончили Муавом и прочими там соседями, Египтом, Ассирией, то все было бы довольно неблаговидно, потому что мы хорошие, а все плохие. Но нет, так Библия не рассуждает. Библия рассуждает не то, что реалистично, а наоборот, основное внимание, основной гнев Бога, главная претензия Бога Израилева, обращена на вас самих, о евреи, о Израиль, о Божий народ. Поэтому список народов, которых обличает Бог, заканчивается Иудой и Израилем. Израиль, Северное Царство, заслуживает в этом пространстве наибольшее внимание, наибольшее осуждение. И тогда оказывается, что Яхва не просто какой-то, как часто об этом говорят, какой-то национальный, этнический Бог. Но и так, и не совсем так. Да, Бог Израилев – это Бог Израилев. Это Бог Завета, вступивший в Завет именно с одним народом из всех прочих народов, наполнявших все времена землю. Но это при всем при этом Бог Мироздания, Бог всех людей. И в этом отношении нет лицеприятия у Бога. И даже более того, главным объектом внимательного интереса Божьего является само еврейство. Итак, так говорит Господь. У Дамаска преступление за преступлением. Три преступления, четыре, и мое решение твердо. За то, что они по Галладу железными прошлись молотилками, я предам огню дом Хазаэла, огонь спалит крепости Бен-Хадада. Ну вот, видите, начинается обличение Дамаска, то есть обличение сирийского царства. Ну, как правило, это был такой союз разных городов. Это современная Сирия, и Дамаск – город, о котором мы узнаем постоянно из сводок новостей до сегодняшнего дня. Там все неспокойно, нестабильно. Так вот, Дамаск оказывается объектом Божьего суда, как и прочие народы, обидчики Израиля. Оказывается, что суд Бога ждет, готовый для каждого народа. Суд как испытание поведения народа, поведения его элит, его правителей, каким-то мерилом под названием справедливость, милосердие, снисхождение, почтение каким-то стандартом человеколюбия. И вот выясняется, что народы, которые эти правила нарушили, а именно в этом претензия Бога. Не в том, что они не знали Бога Израилева. Да, не знали, потому что Бог им это знание не открывал. Поэтому тут никаких претензий нет. Но то, что они поступали нехорошо, и это нехорошо, мы вот каждый раз находим, мы читаем и узнаем. Вот это и есть главная претензия Бога. Но вот написано, значит, за то, что они по Галааду прошлись молотилками, железными молотилками. То есть, местность Галаад, это северо-восточная часть Ханаана, это Иордания, вот там вы поступили как-то, понимаете, особенно жестоко, особенно грубо. Значит, какие-то военные походы, вы любите воевать, вы любите воевать. А любители воевать сами окажутся объектом завоевания, взявший меч от меча и погибнет, как об этом говорится в Новом Завете. Значит, крепости Бен-Хадада, дом Хазаила, и все это окажется преданным огню. То есть, Бог обрекает на исчезновение, на ворождение, династию. «Я сломаю за словы Дамаска, уничтожу сидящего на троне в долине Авен, держащего скипетр в Бет-Эдене, а ромеев угонят в Кир, говорит Господь». Вот, значит, ну, видите, Дамаск будет взят, вот, а ромеев, а ромеи – это жители Сирии, это жители окрестностей Дамаска, их ждет изгнание Кир, это местность Месопотамии, вот, Бог вернет их туда, откуда однажды их и вывел. А из этого региона приговор будет исполнен ассирийцами, их лидер Теклад-Паласар это все сделает. Дальше, Газа – местность, находящаяся к западу от места, где жили евреи, от иудеи. Ну, имеется в виду все собрание городов, где жили филистимляне. Газа – город, известный в настоящее время, там сейчас живут не филистимляне, а палестинцы, а палестинцы, Палестина образована от народа филистимляне, поэтому, видите, до сегодняшнего дня все сохраняется, как вот 2000 лет назад, даже больше. Значит, есть все еще и Газа, там есть волнение, и там живут люди, именующие себя по имени древнего народа филистимляне – палестинцы. Итак, у филистимляне там было в Приморском побережье было пять городов, Пятиградия – это Газа, Азот, нынешний Аждот, Аскалон, Экрон и Геф. Ну, Ашкелон и Аждот и Газа – это города, которые до сегодняшнего дня, они существуют и процветают, там живут сотни тысяч человек. Итак, так говорит Господь. У Газа преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. За то, что всех пленных, они угнав, передали Эдому, Я предам огню стены Газы, огонь спалит ее крепость, уничтожу сидящего на троне в Аждоде, держащего скипетр в Ашкелоне, на Экрон наложу свою руку, все филистимляне сгинут, говорит Владыка Господь. Ну, указано, ну, довольно, видите, стандартное описание, есть такие формулы, видите, три преступления, четыре, такие вот характерные обороты, использующиеся Амосом, и, вероятно, это и была такая поговорка его, раз это все было сохранено, записано, вот такая характерная черта выступлений, речений Амоса. Обвинение Гази в том, что они пленных, да, пленных захватывают и их продают, вы занимаетесь работорговлей. Это есть бизнес не очень хороший, каждый занимающийся работорговлей однажды будет рабом и будет однажды продан, лишен свободы. За то, что вы в этом очень уж, понимаете, преуспеваете, очень усердствуйте, вас ждет наказание, и написано очень такие жестокие слова «все филистимляне сгинут». И на самом деле так и случилось, да, евреи не сгинули, египтяне, ну, как-то вот более-менее сохранились, а вот, видите, филистимлян мы на ней находим. Хотя, впрочем, как я сказал уже выше, имя этого народа оказалось започисленным, отмеченным на карте под названием «Палестина». Дальше обращает внимание Амос и Бог на регион, находящийся севернее. Это вот современный Ливан, это к северо-западу от современного Израиля и древнего Израиля тоже. Тир, да, Тир и Сидон – города фенитийцев, торговцев и путешественников. Читаем. «Так говорит Господь, у Тира преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо, за то, что всех угненных они предали Эдому, забыв о братском союзе. Я предам огню стены Тира, огнем огонь спалит его крепости». Но вот видите, опять они торгуют, они опять выступают Эдом, как очень важный пункт этой вот этой системы, работорговой системы. И какой-то, видите, братский союз, возможно, существовавший со времен Соломона, и вот вы его нарушили, вы его забыли, вы торгуете евреями, и Бог этого простить не может. Дальше обращает внимание Амос на Эдом, это есть местность и народ Эдомитяне, находящиеся уже в Заирдании, к востоку от Израиля и Иудеи. Вообще-то говоря, Эдом – это есть народ, родственный евреям. Брат Иакова Израиля Исаф был, как считается, как написано в Писании, родоначальником этого народа. «Так говорит Господь. У Эдома преступление за преступлением. Три преступления, четыре. И мое решение твердо. За то, что поднял меч на брата и гнал его, за то, что не знал пощады, что его гнев без конца свирепствовал, что его ярость выслеживала вечно, я предам огню Тейман, огонь спалит крепости Боцары». Значит, основание суда такое. Это яростная и беспощадная война. Месть, не знающая границ. Злость, не знающая правил. Злость такая, что забыты оказываются древние родственные узы, родственные чувства. И мы оказываемся, евреи, врагами наших родственников на Востоке. Бог этого простить не может. И последнее. Аммонитяне, тоже заярданская территория, читаем обличение этого народа. «Так говорит Господь. У аммонитян преступление за преступлением. Три преступления, четыре. И мое решение твердо за то, что вспарывали животы беременна в Галааде, чтобы расширить свои владения, я сожгу стены равы. Огонь спалит ее крепости. Под шум битвы в день сражения, под вой урагана в день бури. В плен их царя угонят, а с ним и его велимож. Говорит Господь». Опять такой формуляр используется Амосом. Есть формула здесь. И указана суть преступления. Аммонитян и его элит. Это есть поведение во время войны. Немотивированная жестокость, которая, возможно, имела своей целью устрашение противников. Мы такие жестокие, беспощадные. Мы почти не люди. Мы почти какие-то демоны. Мы даже можем вспарывать животы у беременных женщин в Галааде. Вот такие мы. Будьте нас, пожалуйста. Ну, конечно же, да, их надо бояться, их боялись. Но Бог не боится. Аммонитян и их жестокости, и их ждет за жестокость самое жестокое наказание Бога Израилева. Наказание тем, что вас не будет. И памяти о вас не останется. И не будет никого, кто бы считал себя вашими какими-то потомками. И так и случилось. Аммонитян нет на земле. Хотя, впрочем, город Аммон, или, точнее, Амман, столица Иордании, это есть город, который сохранил в своем названии указание на этот народ, аммонитяне. Народу этого и не осталось. А потом, во главе второй, начинается уже рассуждение о грехах Иудеи и Израиля в основном. Дорогие друзья, Бог Израилев, Бог Ветхого Завета является одновременно и Богом одного народа, помощником, защитником, спасителем, заступником этого народа. При всем при этом, он является господином и Богом всех народов земли. И каждый народ от жителей Пайморского Тира до жителей Заэрданского Муава Ли Аммона однажды оказались участниками Божьего Суда, где Бог был и судьей, и обвинителем. Дорогие друзья, голова прокомментирована. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok